итак всем привет меня зовут александр романов и сегодня сегодняшним вечером мы поговорим о том как писать интеграционные и компонентные тесты для микросервисов и какой инструментарий для этого дает нам такой фреймворк как spring boot о чем мы сегодня поговорим в первую очередь мы поговорим о том что такое микросервисная архитектура и какие сложности она несет нам как инженером по тестированию и автоматизации мы разберем из каких составных частей состоит отдельно взятый микросервис также мы научимся писать различные виды интеграционных тестов для микросервисов и напишем один большой компонентный тест с использованием библиотеки spring boot с контейнерс пару слов обо мне я занимаюсь автоматизации тестирования уже более шести лет за это время я успел поработать как с автоматизации веб приложений cms систем и больших энтерпрайзных банковских приложений на данный момент я работаю киев там и шин ли дом в компании плейтика и так я думаю многие из вас наверно в каждом втором докладе посвященном автоматизации тестирования видели эту пирамиду эта пирамида автоматизации предложена майклом коном 2009 году и ее привода приводят как пример эффективной организации автоматизации на вашем проекте то есть у вас должно быть как можно больше юнит тестов меньше тестов на сервисном уровне и как можно меньше и и тестов тогда ваша автоматизация будет успешно тогда когда майкл кон предлагал эту пирамиду доминирующее положение на рынке разработки в приложении и подхода к построению этих приложений занимала монолитная архитектура то есть весь backend представлял собой большую систему с бизнес-логикой с работой с хранилищами данных с взаимодействием с различными внешними сервисами главной проблемой такой вот такого подхода к архитектуры к архитектуре было то что если вам нужно сделать какое-то маленькое даже самое маленькое изменение в вашем приложении вам нужно перед и плодить все приложение целиком соответственно это выливалось в то что изменения должны группироваться и релиз релиза должны быть строго в определенное отведенное время а не так часто как хотелось бы как альтернативу многие большие компании и маленькие компании начали использовать другой подход к организации к архитектуре в приложении это микросервисная архитектура смысл самый главный состоит в том что backend нашей системы уже не состоит из одного большого такого куска а состоит из набора маленьких микросервисов каждый из которых делает одну свою нужную вещь одну свою функциональность у этого микросервиса может быть своя база данных и коммуникации между этими микросервисами проходят посредством различных различных протоколов через rest api через очередь сообщения рпс и вызовы и так далее самое главное самый главный плюс в такой в таком подходе это то что каждая команда разработки может сделать изменения в отдельно взятом микросервисе и совершить изменения и задеплоить это на production отдельно от всех остальных микросервисов из каких частей стоит состоит отдельно взятый сервис микросервис состоит в первую очередь из того кода который работает с доменной логикой то есть то ради чего был написан этот микросервис кроме этого в нем есть чета часть кода который отвечает за взаимодействие с хранилищами данных в каком бы то ни было виде и еще одна часть кода которая отвечает за работу с внешними внешними зависимостями и собственно за описание того как работает и пиа и нашего сервиса соответственно так как у нас теперь backend состоит из кучи маленьких сервисов соответственно мы не можем просто взять и применить пирамиду автоматизации и для такого рода приложений соответственно нам нужен немного иной подход в своем блоге мартин фаулер предложил этот подход подход к тому как наиболее эффективно заниматься писать тесты для систем с микросервисной архитектурой смысл этого подхода состоит следующем для начала мы автоматизируем и пишем различные видит виды тестов в нашем случае это юнит integration компонентные тесты для отдельно взятого сервиса то есть тестируем его как отдельно взятую часть таким же образом мы тестируем другие микросервисы которые у вас есть если в том случае если у вас эти микросервисы взаимодействует между собой и зависят друг от друга предлагается использовать контрактные тесты и как вершина скажем так этой схемы это для того чтобы проверить что вся система работает правильно целиком у нас предлагается писать юай тесты которые приют ваше приложение через юай если вашем приложении нет юай а есть только публичные 5 то через и 5 в первую очередь перед тем как перейти к тому как же писать с помощью springboot фреймворка интеграционные компонентные тесты пару слов о том что такое springboot framework он построен на базе фреймворка spring в нем весь код пишется на java и самое главное его преимущество это то что он позволяет писать небольшие приложения очень просто практически из коробки имеет набор различных инструментов встроенных для того чтобы разработчику писать приложение наиболее эффективным образом например используя тот же springboot фреймворк с еще одной частью spring экосистемы как spring cloud у вас есть набор из коробки набор инструментов для организации ваших сервисов например одной из аннотации вы можете получить discovery сервис на котором можете регистрировать ваши микросервисы получить load balancer готовый из коробки который будет балансить нагрузку между вашими сервисами и другие инструменты если вам интересно узнать о springboot фреймворке чуть подробнее по данной ссылке есть огромное количество туториалов по различным частям этого фреймворка и так первую очередь мы разберем наш примерный сервис на который мы будем проводить и писать наши тесты наш сервис смысл его работы состоит в следующем у нас есть игра и у игры есть backend собственно backend состоит из множества сервисов и наш сервис отвечает за то что когда мы присылаем ему стучимся по url слэш машин передавая туда айди нашего юзера мы получаем некую информацию которая нужна для того чтобы проводить игру юзер взаимодействует и хочет поиграть с с такой штукой который есть казино как слот машина соответственно когда мы вызываем этот послаем запрос с каким-то юзер айдиш ником в результате у нас совершаются несколько действий первую очередь мы проверяем путем вызова внешнего запроса мы проверяем то что юзер вообще имеет право играть в нашей в нашу игру кроме этого мы проверяем какая слот машина ему доступна нашем случае ему доступна машина иди с айди один и проверяем собственно работает ли эта машина или нет внутри нашем сервисе мы будем использовать sql базу данных maria db и иной сквер баз данных каучбейс в качестве примеров в maria db будет храниться сами машины а в каучбейсе виде каучбейс документов будут храниться то те состояния машины которые работает она или нет и так в первую очередь для того чтобы наш подход написанию тестов был наиболее полный мы концентрируемся написание юнит тестов по большому счету за юнит тесты ответственные разработчики единственное что мы как инженеры по качеству можем повлиять это на то чтобы разработчики писали юнит тесты правильно использовали по максимуму стабы моки и проверяли в своих юнит тестах либо поведение либо состояние системы то есть это уже зависит от конкретно вашей команды применять ли тест-driven development подход или нет переходим к самому интересному это integration тесты в springboot приложениях можно разделить integration тесты на две таких группы первую очередь это тесты на персистанс то есть тесты на взаимодействие на интеграцию вашего сервиса с хранилищами данных и следующий следующий большой большая группа тестов это тесты на взаимодействие с внешними сервисами то есть гейтвой уровень в нашем сегодняшнем докладе я разберу оба вида этих тестов и так что же предлагает нам spring для проверки интеграции с базой данных он предлагает нам набор аннотаций тест тестовых аннотаций которые путем использования которых мы будем готовы писать интеграционные тесты и использовать наше приложение соответственно если в вашем приложении используется только чистый gdbc без каких-либо дополнительных абстракций вроде gpa вы используете gdbc тест в том случае если у вас взаимодействие с базой данных использует gpa репозитории то тогда вам нужно использовать data gpa тест аннотацию кроме этого у spring у spring га по умолчанию есть набор встроенных аннотаций которые готовят ваше приложение для тестирования с интеграции с различными конкретными инструментами такими как mongodb такими как радис или не of a g но таких аннотаций крайне мало соответственно если вам нужно протестировать интеграцию с каким-то другим типом базы данных вам нужно будет немного выкручиваться соответственно есть два варианта как мы можем тестировать базу данных интеграцию с базой данных первое что предлагает нас примут это использовать просто по умолчанию встроенную in memory базу данных в некоторых случаях этого достаточно но для того чтобы протестировать нетривиальные случаи протестировать полную работу сложную работу с вашей базы данных существует альтернативный подход подход заключается в том что мы будем использовать базу данных в докер контейнере для того чтобы наиболее эффективно использовать эту базу данных в докере сканты в контейнере нашими ребятами из плейтики было написано полезное расширение к библиотеке тест контейнерс который называется тест контейнер spring boot собственно что для чего это библиотека существует для того чтобы путем указания всего лишь одной депенденции в помнике в нашем случае мы укажем в этот марию деби и укажем мбд каучбейс мы получим два контейнера 11 сквер базы данных 2 сной сквер базы данных и которые при старте нашего приложения будут автоматически запущены и готовы к тестированию после того как эти контейнеры будут запущены каждый из них будет отдавать и и предоставлять пользователю разработчику инженеру по автоматизации предоставлять набор параметров для того чтобы подключиться к этим базам и работать с ними случае с sql базой данных эти параметры будут хост порт юзер пароль для подключения которые вы прописываете своим property файле и можете сразу работать базой подключаться и выполнять тесты и так тестировать мы будем наиболее конкретно следующий код мы будем тестировать абстракцию репозиторий у которого есть один единственный метод find all что он делает он подключается к базе данных с кель и получает поток объектов из вашей базы данных нашем случае это поток настроек машин машин с этим кентитей и с этим потоком мы дальше можем работать нам нужно проверить работает ли этот метод который мы написали правильно или нет соответственно нам нужно сделать необходимые приготовления для написания теста в первую очередь нам нужно добавить зависимость на тестовый инструмент который представляет springboot в этом случае это тест антити менеджер для чего он нужен для того чтобы если вы используете и проверяете джипей репозитории вам нужен тест антити менеджер позволяет нам в обход стандартных средств спринга позволяет нам положить какие-то данные в базу или удалить то есть исключительно для тестовых случаев ну и кроме этого нам нужна ссылка на наш конкретный репозиторий который который мы будем тестировать итак наш тест на проверку того что метод find all работает так как ожидается будет состоять из трех главных частей в первую очередь мы создадим наш объект нашу который мы будем сохранять базу данных следом мы сохраним с помощью теста тим менеджера сохраним его в базу данных и собственно выполним вызов метода find all получим поток всех объектов поищем в этом потоке по машинайди поищем наш объект если он найден сравниваем его с нашим заранее определенным объектом и соответственно проверяем по всем полям равны ли эти объекты или нет если в том случае если мы не найдем этот объект или если поля этих объектов будут разные наш тест упадет осталось только одна маленькая деталь как запустить тест в springwood фреймворке очень много функциональности очень много магии зарыто как раз в аннотациях соответственно для того чтобы запустить наш интеграционный тест нам нужно использовать ряд аннотаций в первую очередь нам нужно указать с помощью какого раннера нам запускать наши тесты в нашем случае это будет spring runner нам нужно указать нашему аппликейшену использовать тестовый набор пропертий для нашего теста указать что мы тестируем как раз из кель базу данных которая работает с реализует подход джипей следующая аннотация autoconfigure test database говорит spring boot spring boot о том что мы не хотим использовать то что предоставляет он нам по умолчанию а хотим использовать нашу базу данных контейнере соответственно мы указываем что мы не хотим что мы не хотим ничего подменять никакую тестовую базу данных а использовать ту что у нас есть и последний пункт это мы добавляем еще одно property который говорит о том что мы не хотим запускать по умолчанию при старте нашего теста никаких лишних наших контейнеров то есть чтобы мы работали с одним контейнером тестировали только интеграцию со сквер базы данных вот и все мы можем спокойно тестировать интеграцию с этой этим типом база баз данных что же касается но sql тестов они выглядят практически идентично описывая и добавляя ссылку на репозиторий и проверяя то что у нас метод find one у репозитория по ключу ищет нужно нам объект в нойске или базе мы получаем этот объект сравниваем с экспертом и получаем результат нашего теста единственное отличие тут заключается в том что у спрингу то нету по умолчанию поддержки и волшебной какой-нибудь аннотации для работы с коучбейсом соответственно нам нужно использовать аннотацию spring boot тест и передавать туда нашу конфигурацию что означает configuration класс это указание спрингу ту запускать только те классы которые влияют конкретно на работу с но и сквер базы данных в нашем случае мы указываем в нашей конфигурации указываем какие классы мы хотим исключить из запуска нашей нашего аппликейшена и дополнительно мы указываем что мы работаем с коучбейсом путем импорта конфигурации для кучбейса в данном случае у нас дополнительных никаких настроек не требуется наш тест на интеграцию с базой данных но из келька учбейс завершён кроме этого нам нужно проверить интеграцию с внешними сервисами для этого у спрингу то есть аннотация в этом весе тест и она позволяет запустить наши наше приложение используя только те части которые работают с внешними сервисами то есть тут только ту логику ту часть приложения то есть в контексте самого спринга те классы которые работают с внешними сервисами это контроллеры соответственно мы будем тестировать только уровень контроллеров и так сначала разберем примерный класс пример контроллера этот контроллер делает совершенно то же самое что мы разбирали на примере с машин сервисом что он конкретно делает он определяет что при запросе при get запросе на юрил слэш машин передавая туда параметры юзера иди мы запускаем некоторую часть нашей бизнес-логики в этот контроллер включена зависимость на машин стоит сервис который отвечает за всю бизнес-логику и соответственно внутри наши методы методе get машин стоит мы как раз и вызываем собственно нет метод get машин стоит у сервиса получаем ответ какой-то объект и возвращаем пользователю этот ответ в виде респонса джессон джессон ответа и так как я уже говорил мы будем тестировать только уровень контроллера соответственно для того для того чтобы тестировать уровень контроллера нам нужно добавить две зависимости в первую очередь нам нужно добавить зависимость на мог им виси springboot предлагает для целей тестирования запускать наше приложение и те классы которые чат за контроллеры в некотором облегченном виде и соответственно когда мы будем использовать мог им виси для тестирования даже весь http сервер который внутри springboot встроен не будет запускаться будет запускаться его урезанная часть и кроме этого нам нужно указать депенденсии на наш сервис который нужен контроль без которого наш контроллер работать не может к сожалению единственное отличие единственный момент который тут нужно отметить это то что мы будем тестировать конкретная часть контроллера соответственно бизнес логика которая есть внутри нам на текущий момент нас не интересует соответственно с помощью аннотации мог бин мы указываем springboot то что мы не хотим использовать реальную депенденсии для нашего контроллера хотим использовать мог который мы сами в нашем тесте сможем конфигурить и так как же будет выглядеть наш тест в первую очередь на первом шаге мы конфигурим как раз этот сервис этот мог конфигурация этого мог а очень простая тут используется самый стандартный makita framework и в данной конфигурации мы указываем что когда мы у этого сервиса вызываем метод get machine стейт с параметром определенным он должен в результате вернуть нам некий объект с нужными нам деталями и в нашем тесте мы как раз будем проверять что когда мы дергаем вызываем собственно get запрос на url slash машин с параметром у нас в результате контроллер отработает верно и преобразует вот этот вот объект машин стейт в нужны нам джейсон то есть мы проверяем конкретно ту ту часть который отвечает за конвертацию вы джейсон и из джейсона собственно в нашем случае у мог мвс и есть встроенный dsl язык который позволяет отправить запрос разные типы запросов get post put и и другие и добавить ряд экспертейшенов то есть по сути проверок азаршинов нашем случае мы будем ассертить то что контент type нашего респонса джейсон что статус код нам вернулся 200 так как мы ожидаем тест валидный кроме этого мы будем ассертить что наш объект который мы вернули правильно преобразовался в джейсон то есть вернулся объект джейсон объект дата с некоторыми полями машин айди и машин а вайлабл и проверяем их значение тест предельно прост я думаю кроме этих базовых проверок в этом тесте дополнительно можно ничего не проверять как же запустить этот тест аннотации для запуска тестов на контроллеры практически те же самые идентичные то есть ранее будет использоваться совершенно точно такой же актив профайлс такой же единственное отличие в запуске тестов на контроллер заключается в следующем мы указываем spring boot что мы как раз имеем дело с контроллерами и указываем с каким конкретно классом контроллера мы будем работать соответственно в этом случае spring boot запустит только ту часть ту часть аппликейшн которая работает только с этим контроллером дополнительно кроме этого мы указываем что в этих типах тестов мы не хотим использовать никакие дополнительные контейнеры по умолчанию то есть мы отключаем их сразу наш тест на интеграцию и проверку интеграции с нижними сервисами завершён кроме этого как на общей схеме мы видели у нас есть уровень персистенс который тестирует взаимодействие с хранилищами данных уровень гейтвей который как раз проверяют контроллеры единственное чего нам не хватает это как раз теста на проверку того что весь сервис работает правильно и вся бизнес логика отработала для этого мы пишем компонентные тесты как же их писать компонентный тест для микросервиса заключается в том что мы поднимаем сервис целиком те зависимости которые мы можем поднять в контейнерах например базы данных или средства работы и передачи сообщений вроде кавки мы поднимаем в контейнерах а те вызовы к внешним сервисам которые у нас есть мы и макируем и так в первую очередь в нашем случае maria db SQL база данных будет поднята в контейнере так же как и couchbase база и внутренний вызов к сервису который проверяет может ли юзер вообще играть будет замакирован с помощью такого инструмента как wiremock далее кратко расскажу о том как использовать этот инструмент и так wiremock добавить на него dependency крайне легко и он представляет собой mock сервер что это такое это сервер который стартует на определенном порту и и возвращает заранее заготовленные вами ответы по заранее определенными вами url в нашем случае мы заготавливаем такой запрос в простом файле с расширением джейсон мы пишем наш url pattern по которому мы будем стучаться к нашему внешнему сервису указываем метод в нашем случае это get метод и определяем какой респонс мы должны вернуть в первую очередь мы должны вернуть статус-код равны 200 некий набор хедеров и собственно самое главное это в баде вернуть дату то есть то что юзер может работать с текущей слот машины единственное что стоит отметить то что wiremog можно использовать как просто сервер который возвращает статично возвращает на каждый запрос статичный ответ можно еще для целей тестирования делать различные дополнительные настройки то есть делать из этого мог сервера настоящий мог собственно например мы можем указать нашему мог серверу вернуть этот же респонс но вернуть его к примеру через пять секунд тем самым мы можем симулировать нестабильную работу внешних api что тоже иногда очень пригодится для целей тестирования итак мы определили dependency которые размещены в контейнере мы замокировали внешний api соответственно нам нужно написать начать писать компонентный тест для этого нам нужно объявить ряд дополнительных зависимостей в первую очередь с помощью самого обычного g unit рула в данном случае это класс рул мы определяем на каком порту будет запущен наш wiremoc сервер следующим этапом мы добавляем dependency на настоящий контекст нашего приложения и с помощью этого контекста мы инициализируем опять инициализируем mockmvc но так как контекст у нас настоящий соответственно mockmvc запускает наше приложение не в урезанном виде а в полноценном тест в этом случае будет выглядеть очень и очень просто в нашем тесте который проверяет собственно вызов метода машин с параметром userid1 мы проверяем ряд expectations статус код и набор из нескольких параметров в чем же этот тест если вы помните он очень похож на тест на контроллер практически идентичен в чем же главное отличие оно заключается в том что в тесте на контроллер мы тестируем только слой контроллера и больше никакого дополнительного кода и никаких дополнительных dependency мы не запускаем а в конкретно в этом случае у нас работает sql база данных работает но sql база данных работает вызовы к внешним API то есть наш микросервис работает так как мы его будем использовать во время деплоя то есть в продакшене какой главный плюс это дает это то что мы фактически продублировали все что нужно нашему микросервису подняли его в пусть не в боевом окружении но приближенным к боевому это это позволяет для разработчика и для тестировщика который пишет эти виды тестов позволяет писать эти тесты быстро и наиболее эффективно проверять API собственно вашего микросервиса и так мы разобрали как написать тест последнее что нам осталось сделать с компонентным тестом это запустить его в этом случае у нас опять используется Spring Runner он тут используется везде и самое главное отличие на которое стоит обратить внимание это то что в аннотации Spring Boot Test мы указываем класс с которого нужно стартануть наше приложение в нашем случае это самый главный класс в котором находится Main Method из которого стартует наш сервис в нашем случае это Machine Application класс в том случае если нам нужно какие-то дополнительные конфигурации нам чего-то не хватает или нам нужно указать что мы будем использовать не настоящий вызов внешнего IP а mock мы в классе Test Configuration дополнительно указываем все до настройки для нашего приложения тест написан соответственно мы протестировали наш микросервис как на уровне интеграции с различными частями так и на уровне компонентном первое подводя итог можно сказать что если в вашем приложении потихоньку идет переписывание с Monolith на микросервисы или уже есть огромное количество микросервисов уже недостаточно просто написать набор юнит тестов написать набор UI тестов и не тестировать микросервисы поодиночке это уже совершенно неэффективно лучше подходить к тестированию по частям тестировать микросервисы по частям и только потом тестировать все вместе таким образом количество багов которые у вас дойдут до продакшена будет минимизировано на очень большой коэффициент и еще одно в чем же главное преимущество написание интеграционных компонентных тестов с контейнерами то есть с размещением депенденсии в контейнеры первое это то что так как мы это запускаем на локальной машине это надежно то есть мы сами ответственны за то чтобы правильно настроить докер правильно получить контейнеры и использовать их кроме этого мы получаем лучшую настраиваемость и самих самих контроллеров и внешних вызовов копии и кроме этого мы получаем скорость запуска тестов скорость поднять поднятия всего микросервиса с депенденциями в докере она намного ниже чем если мы будем собирать каждый микросервис собирать все вместе деплоить это на какой-то staging environment и потом запускать какие-то юайт тесты причем данный подход позволяет разработчику делать изменения микросервисе и сразу видеть не сломал ли он что-то не сломал ли он работу с базой данных не сломал ли он API не сломал ли он интеграцию с внешними сервисами у меня все если у вас есть вопросы я с удовольствием на них отвечу да пожалуйста кто кто поднимите руку пожалуйста спасибо за доклад подскажите пожалуйста как вы гарантируете что изменения в одном микросервисе не сломали другие микросервисы ну да вы изменили компонентное тестирование ну как задействовать да спасибо за вопрос это как раз когда вы используете микросервисную архитектуру это самый главный вопрос то есть как не сломать своими изменениями не сломать другие микросервисы для этого существует такой подход как контрактное тестирование один микросервис определяет контракт по которому он хочет работать с другим микросервисом 2 и генерирует набор тестов на основании этого контракта и потом когда сервис 2 делает свои изменения текущий например он допиливает что-то или делает рефакторинг он запускает эти контрактные тесты которые показывают ему что если сервис 1 будет сейчас на текущий измененный API делать вызовы и ожидать некоторые вещи работаешь ли ты так как раньше в этом суть сама суть контрактного тестирования и как раз в микросервисной архитектуре кроме видов тестов как unit integration компонентных без контрактных тестов гарантировать качество практически невозможно потому что сервисов очень много некоторые компании даже говорят о сотнях и тысячах микросервисов соответственно нам нужно при наших изменениях иметь возможность понять не сломали ли мы что-то другое я ответил на вопрос спасибо спасибо за доклад вопрос касательно докеров нам возникает два вопроса связи с этим первое как координируется поднятие контейнеров координируется ли вообще конкретно в случае компонентных тестов если я не ошибаюсь и второй вопрос связан ну скажем так довольно относительно тривиальный случай я не заметил управление тестовыми данными в этом тесте конкретно в том как вы показывали да в любом другом более сложном примере этот вопрос возникнет решали ли вы ну как решается первая задача и приходилось ли решать и как вторую спасибо в первую в первую очередь в первую очередь отвечая на первый вопрос это у микросервиса никогда ну очень очень редко когда бывает очень много видов зависимости обычно их две-три определенное количество небольшое соответственно нам не нужно особо координировать работу этих контейнеров они запускаются каждый самостоятельно при старте приложения это первое а второе это как решается вопрос с тестовыми данными после старта контейнера с помощью инструментов таких инструментов как SQLUnit или NoSQLUnit мы можем накатывать данные на наши базы к примеру и добавлять нужные нам тестовые данные использовать их в тесте и после этого получать убирать эти данные из базы к примеру так либо использовать по умолчанию какое-нибудь средство для того чтобы автоматически при старте приложения накатить нужные нам изменения то есть при старте приложения когда сконфигурировалась база у нас выполнились набор скриптов которые поместили нужные вам тестовые данные в базу и после этого обратно можно даже вернуть в исходное состояние базы еще вопросы спасибо за доклад вопрос по поводу моканье external сервисов например вы замокали сегодня external сервис возвращает 2 атрибута а завтра он 3 возвращает каким образом вы менеджете такие ситуации спасибо за вопрос как раз вот эти ситуации менеджер менеджер использования контрактов и контрактного тестирования соответственно когда мы пишем контракты эти контракты они не они не статичные то есть по мере того как меняется API мы перегенерируем контракты для сервисов и соответственно в когда выполняется контрактные тесты API берется самой последней версии или той версии которой мы хотим то есть например сервис а работает с сервисом б с версии 1 сервис б работает с другим сервисом по версии 2 вот то есть но опять таки используя как контрактного тестирования так вот моканье внешнего API подразумевает что коммуникации между командами должны быть очень хорошими то есть если мы в наших тестах используем какой-то мог то нам нужно время от времени мониторить а не поменялось ли все в другом сервисе например просто пойти к разработчику из другой команды спросить нет ли у вас breaking change и если что про апдейтить свои моки это в любом случае нужно сделать здравствуйте здравствуйте скажите а вы промолчали про end-to-end вот можете рассказать что вы подразумеваете под end-to-end для микросервисов то есть это именно тестирование микросервисов скажем так или вот там некие-то тестовые данные для end-to-end я должен допустим есть одна система я зашел что-то наклацал отправилась к картинке она должна появиться какой-то там системе вот а что вот у вас вы подразумеваете под end-to-end это заходить допустим первый степ логиниться на какой-то системе наклассывания UI на там какую-то картинку и отправить или именно попадение допустим там джейсона в эти микросервисы и потом на выходе мы смотрим что мы там отправили правильный какой-то там джейсон то есть если вопрос понятен да 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 вопрос понять конкретно в нашем случае в нашем случае n-to-end тесты это как раз работа через UI с нашим приложением в нашем случае это представляет собой игру которая можно играть через веб и через нативные приложения на мобилке то есть это мы запускаем клиент ну то есть устанавливаем на мобилку нативное приложение и клацаем там некие нам тесты проверяем flow полный как юзер это делает а backend то есть таким образом проверяем что весь вот этот вот спектр этих микросервисов работает как вы задействуете UI грубо говоря накладывание входящих данных скажем так не накладывание данных а именно проверка flow того как юзер это делает ну хорошо а если вот у меня микросервис у меня есть две 10 количество систем и у меня допустим нету доступа к этим суд party системам я знаю что допустим входящие у меня там какой-то джейсончик то есть я беру этот джейсон бросаю в какой-то там баз там неважно там инричится и что-то идет и в конце когда вот последняя точка когда отправляется да вот на суд party систему у меня нету ну допустим туда доступа то есть вы например юзаете wiremog в каком-то там прокси моде например и потом смотрите по журнале что ответила там суд party системы или вот с таким не сталкивались это как раз хороший поинт да wiremog можно использовать как и средства ответа так и средства мониторинга я имею ввиду что в случае когда у меня нету доступа к суд party системы это допустим не моя задача я вообще о них не знаю то есть мне что-то кинули джейсон он прошел какой-то флоу а я подразумеваю допустим такой подход конечный флоу мы юзаем wiremog прокси моде он отправляет потом wiremog есть журнал он там респонд сохраняется мы по журналу там уже смотрим что ну что там система там 200 не 200 не важно то есть вот такой подход как бы это норм это это хороший подход и валидный потому что в том случае если у вас вообще нет доступ к ксерпати системы вообще то есть вы разрабатываете конкретно часть которая входит в большой флоу систем который между собой а вот альтернатива кроме wiremog а какая еще есть когда у меня нету доступа ну пока можно найти какие-то альтернативные имплементации мог серверов похожих на wiremog если у вас на первых не ну я имею ввиду то есть в любом случае не wiremog привязка а что юзать просто в прокси моде да да пока что на данный момент это так спасибо 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 спасибо